Кронштадт Это храм, который создан нашими предками в память о погибших моряках. Это храм сердец военных моряков. Важнейшим духовным событием прошлого года для всей страны стало освящение Морского Никольского собора, святыни российского флота. На возрождение своего духовного центра в Кронштадт прибыли делегации четырех флотов России. Великий чин провел патриарх московский Эвсея Руси Кирилл. Пред нами сегодня не тот собор, который был освящен сто лет назад, а тот собор, который желали видеть наши многочестивые предки, когда закладывали первый камень. Восстановление всего святого храма – это непросто. И трудно было представить, что храм сей будет возрожден таким образом, что явит красоту большую, чем первозданную. 2013 год – столетие Морского собора. Вековой юбилей он встретил полностью обновленным. Завершен глобальный ремонт здания, восстановлено его внутреннее убранство. Возрожденный собор стал центром притяжения паломников и обретенным оберегом моряков. Богатый историческим наследием, Кронштадт обладает мощным туристическим потенциалом. В прошлом закрытый военный город, сегодня находится на новом этапе развития. На базе тех объектов, которые мы получаем и будем получать в перспективе, подумать о создании мощного такого патриотического центра, исторического патриотического центра для того, чтобы граждане, не только жители нашего города, но и жители, граждане России, и в первую очередь молодое поколение, не имели возможность здесь получить максимально широкое представление об исторических корнях Российской Федерации, о славе нашего военно-морского флота, вообще русской армии. В районе грандиозно отметили 300 десятилетия Балтийского флота. На парад выстроились 12 кораблей разного класса, в том числе и флагман Балтийского флота, эскадренный миноносец «Настойчивый». Юбилейные торжества совпали с днём города Кронштадт, который отметили гулянием и праздничным концертом. Завершился фееричный день артиллерийским салютом. Морской совет Петербурга признал форт Константин наиболее подходящим местом для приёма иностранных яхт, и в прошлом году здесь торжественно открыли таможенный пункт. Осенью Кронштадт приобщился к Олимпийскому движению. По улицам города пронесли пламя Паллады. Районный этап эстафеты Олимпийского огня увидел весь мир. Пламя Олимпиады пронесли по острову 45 факелоносцев, среди которых были и жители Кронштадта. В минувшем году началась подготовка к 185-летию святого праведного Иоанна Кронштадтского, которое будут отмечать в 2014-м. Специально созданный общественный совет призван сохранить память о святом, навеки прославившем город. Его именем названа городская больница номер 36, установлен памятный знак жене Иоанна Кронштадтского Елизавете Сергеевне. И впервые в прошлом году по пути святого праведного из Кронштадта в Суру отправился морской крестный ход. Сотрудники предприятий бюджетной сферы района получат в наим квартиры в доме на улице Амирмана. Ранее его предполагалось заселить трудовыми мигрантами. Однако районные власти настояли на нецелесообразности такого решения. Также было решено включить в программу обеспечения молодежи жильем 6 домов Кронштадта. Оказался успешным опыт Кронштадта по замене дворников-мигрантов на российских граждан. Как показала практика, россияне охотно идут работать в эту сферу ЖКХ, тем более если их обеспечить жильем и достойной зарплатой. В прошлом году было принято принципиальное решение о передаче в казну города объектов Министерства обороны. В числе первых Петровский док, где планируют разместить морской музей под открытым небом. Начался долгожданный капитальный ремонт Кронштадтского дворца культуры. Настоящим спортивным открытием стало завершение строительства самого большого пришкольного стадиона острова с уникальной полосой препятствий. В Кронштадте стартовал пилотный проект по обустройству велопарковок. Они появились у социальных учреждений, школ и у объектов культуры и отдыха. Это позволит развивать велотуризм на острове и снизит транспортную нагрузку с улиц района. А в конце прошлого года в Кронштадте появился первый в истории острова светофор. В самом сердце Кронштадта на реконструированной в прошлом году якорной площади прошел голоконцерт фестиваля хорового искусства. В нем приняли участие 15 коллективов со всей России и стран СНГ. А в Петровском парке прошло дефиле военно-духовых оркестров. Здесь же состоялся первый международный фестиваль Кронштадт-опера посвящение Галине Вишневской. Впервые в Кронштадте прошел уникальный фестиваль кино на парусах, фильмы о море и моряках, игровые и документальные от молодых режиссеров и заслуженных мэтров покорили зрителей, и проведение фестиваля может стать творческой традицией города. Жители Кронштадта теперь могут увидеть шедевры мирового искусства, не покидая района. На острове открылось сразу две виртуальных площадки Русского музея, единственный в России филиал на базе учреждения довозовой подготовки Министерства обороны и общедоступная площадка в Граде чудес. В свою очередь район запустил уникальный проект «Кронштадт в 3D», позволяющий совершить виртуальную экскурсию по району и увидеть его основные достопримечательности. Современные технологии значительно упрощают диалог жителей с властью. Заработал информационный портал Кронштадта, на котором в режиме онлайн можно оставить обращения, задать вопросы и обозначить проблемы. Для еще большей оперативности создана мобильная версия сайта. Еще в 2013 году в Кронштадте открылась первая в Петербурге приемная уполномоченного по защите прав человека. Пилотный проект, запущенный аппаратом омбудсмена совместно с администрацией района. Задача уполномоченного – стремиться найти взаимопонимание между различными государственными структурами, координировать в какой-то степени их работу. Законная уполномоченная предлагает заниматься именно этим. Это действительно очень важно, потому что многие проблемы можно решать путем диалога. Теперь над стратегией развития района работают молодые ученые. Кронштадт стал предметом урбанистического исследования дизайн городских экосистем. Куратором проекта выступил голландский архитектор и урбанист Маркус Эпенцеллер. Магистры и эксперты программы уже предложили 4 сценария. По итогам социологического опроса, проводимого правительством Петербурга, Кронштадт признан одним из самых комфортных районов для проживания. Прямое доказательство благополучия жителей – увеличение рождаемости. И это значит, что люди уверенно смотрят в будущее. А впереди у Кронштадта не менее насыщенный событиями год. В мае город отметит 300 десятилетия. И можно не сомневаться, что юбилей Кронштадт встретит достойно.